МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прошлой программе я рассказывала вам, как можно вырастить лимон у себя дома на подоконнике. Мы сажали лимонное дерево из косточки. Таким же способом можно вырастить у себя на подоконнике любую цитрусовую культуру, в том числе и апельсин. Апельсины культивировались в Китае еще 2500 лет назад до н.э. В Европу апельсины завезли в 15 веке. В то время было модно выращивать апельсины в оранжереях. Конечно же, слово оранжерея произошло от английского слова оранж – апельсин. Апельсин – прекрасный фрукт. Его широко используют в кулинарии. Из него можно приготовить салаты, соки, варенье, печенье и многое другое. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом варенья из апельсиновых корочек. Оно получается не только вкусным, полезным, но и очень красивым. Итак, для апельсинового варенья нам понадобится всего два ингредиента. Это апельсины и сахар. Вы можете взять абсолютно любое количество апельсинов. Главное – соблюдать пропорции. На одну часть апельсиновых корок мы берем полторы части сахара и две части апельсинового сока. Приступаем. Берем апельсин, овощечистку и снимаем с него кожуру. Плюс овощечистки в том, что кожица снимается тонким слоем. Именно в белом слое содержится горечь, а нам этого не нужно. Очищенный апельсин нам понадобится для сока. Слишком длинные корочки мы разрезаем на части, примерно на сантиметров 7. Заливаем водой и оставляем примерно на 12 часов. Корочки мы замачиваем на 12 часов. При этом воду необходимо поменять 3-4 раза, так как вода убирает лишнюю горечь. 12 часов прошли. Мы слили воду из нашей емкости и теперь мы будем делать апельсиновые бусы. Для этого нам понадобится иголка и очень прочная нить. Берем корочки, сворачиваем и нанизываем на иголку. Этот процесс увлекательный и очень творческий. И занимает немного времени. Из 8 апельсинов получилось вот столько корочек. И теперь нам эту красоту нужно взвешивать. У нас получилось 300 граммов апельсиновых корочек. Поэтому нам необходимо будет взять 450 грамм сахара и 600 миллилитров сока. Приступим к изготовлению сока. Сок готов. Взвешиваем сахар. Нам, как вы помните, необходимо 450 грамм. Бусы помещаем в кастрюлю. Засыпаем сахаром. И заливаем соком. Отправляем на плиту и на медленном огне варим 2 часа, периодически помешивая. Варенье готово. После того, как оно поварилось 2 часа, нам необходимо его немного остудить. Потом берем наши апельсиновые бусы и раскладываем по банкам. Освобождаем наши бусы от ниток. И заливаем сиропом. Посмотрите, вот такая красота и вкуснота у нас получилась. А аромат невероятный. С вами была Снежана и Голова Садовая. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите вопросы в комментариях, а я обязательно вам на них отвечу. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»